Воздушные шары, детские рисунки. Десятый троллейбус накануне Дня народного единства превратился в литературный. Маршрут – тот же площадь Попова, улица Крупской. Проезд бесплатный. Отличное настроение. Троллейбус подготовлен к работе. Так что все нормально, считаю. Старт от площади Ленина. Среди пассажиров есть те, кто специально пришел прокатиться по этому маршруту. Я, если не все, то очень многие истории каждого дома города Рязани, я, извините, знаю. И поэтому мне это очень интересно. Я поэтому сюда и пришел. Организаторы подготовились, чтобы ехать было не скучно. В пути читают сказки и стихи. Но в начале об истории праздника. Он связан с событиями 1612 года. Подвигом наших предков, которые сплотились во имя свободы и независимости России. В этом году праздничные мероприятия 4 ноября пройдут на территории Соборного парка у Рязанского Кремля. Главная сцена будет расположена здесь, у часовни в честь 900-летия Рязани. На ней расскажут о празднике День народного единства и исторических событиях древних времен. Справа от памятника Сергея Юсенина установят вторую сцену под названием «Фольклор». Здесь жителей и гостей города ждет концертно-игровая программа, посвященная традиционному народному творчеству. И третья площадка будет у памятной сцелы в честь 1812 года. Здесь расскажут о традициях и знаменитых полководцах, героях различных сражений. Кроме того, в День народного единства будут работать игровые площадки, мастер-классы уличных танцев, подготовят и бесплатные угощения. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».